Здравствуйте, дорогие зрители! Мыльная пена вновь с вами, поэтому приготовьтесь послушать самые последние сплетни латинского шоу-бизнеса. Начнем с Рикки Мартина. Ну, вы знаете, что он публику любит удивлять. Чего стоило его признание в гомосексуальной ориентации? Его поклонницы по всему миру просто рыдали и рвали на себе одежду от горя. Сейчас он решил рассказать о том, как в детстве третировал людей с гомосексуальными наклонностями. Рикки считает, что так он пытался подсознательно отрицать свою ориентацию, которую уже догадывался, но признавать ее не желал. Ну, сами понимаете, это не Бенон Ньютона. Как правило, люди, яростно набрасывающиеся на людей не той, по их мнению, сексуальной ориентацией, имеют проблемы со своей. Может быть, они этого и не осознают, но вот их такая острая реакция на людей, открыто выражающих свою сексуальность, того или иного порядка. Она, в общем, настораживает. Ну, вот, и Рикки Мартин решил тут сказать, как с ним дело происходило. Ну, вот, что он еще интересного сказал? Он, в общем, выразил уверенность, что его дети будут расти в атмосфере любви и терпимости, что он никогда им не позволит считать других людей ниже их, только потому, что эти люди другие. Ну, в общем, правильно, лучше любить, чем ненавидеть. У известного телеведущего, Марио Лопеса и его жены Кортни Масса, родился сын. Марио, как примерный отец, рожал вместе с женой. Ну, имеется в виду, что он присутствовал при родах. Ну, вы знаете, храбрый он мужик, потому что не каждый выдержит такое жуткое зрелище, но он держался молодцом. И Марио, и его жена заранее готовили свою трехлетнюю дочку к появлению брата. В общем, они с ней там специальные беседы проводили, давали ей потрогать живот мамы, послушать, как там младенец бьется и так далее, и так далее. Ну, в общем, все в порядке, и сейчас трехлетняя девочка с братом с удовольствием общается. Габи Спаник стала послом мира. Ну, существует специальная программа Сената Мексики под названием «Мир без ядерного оружия». И Габи приняла в этой программе очень активное участие. Она сказала, что она выступает вообще против любого оружия и любых войн. И правильно, лучше заниматься активной общественной деятельностью, чем быть участницей скандалов и свар в Сенецкой тусовке. А уж чего-чего, а скандалов у нас на счету, Габи, дофигища. Извините за грубое выражение. Еще одна общественная деятельница извинилась перед публикой. Дженнифер Лопес. Она извинилась за выступление перед туркменским президентом Гурбангуы Нурмухамедовым. Она сказала, что она была не в курсах, что он диктатор. Что там, в Туркмении, нарушаются права человека. И что она живой человек, и ей свойственно ошибаться. И, в общем, она всегда признавала свои ошибки и постарается впредь быть разборчивее. Чуть не сказала, что в связях. Ну, в общем, так сказать, быть разборчивее в политических связях. Ну, бог ей в помощь, диктаторов на, так сказать, ее век еще хватит. Вот, поэтому нужно внимательно прочитывать газеты, перед тем, как куда-нибудь поехать спеть за полтора миллиона долларов. А именно столько Дженнифер получила за концерт в Туркмении. Селеста Сид поменяла имидж и стала платиновой блондинкой. Ну, это новая рекламная кампания. Рекламируется новый фильм. И Селеста поучаствовала в этой кампании. Значит, ну, вы сами понимаете, что она не просто одна из самых лучших аргентинских актрис, но еще и одна из самых красивых женщин Латинской Америки. Ну, и новая рекламная кампания это подтверждает. Самое интересное, что Селеста, как феникс из пепла, возродилась после вот этого своего жуткого периода жизни, когда она даже вынуждена была лечь в наркологическую клинику. Ну, и сейчас посмотрите. В общем, сияет красотой вовсю. Карл Сантано попал в автомобильную аварию недалеко от Лас-Вегаса. Значит, что там произошло? Он врезался в другой автомобиль. Ну, к счастью, никто не пострадал. Больше всего мы, конечно, волновались за самого Карлоса, потому что руки – это его все. Он все-таки у нас всемирный известный гитарист. Полиция сообщает, что он был абсолютно отрезв. Но манера его вождения оставляла желать лучшего. Эта манера, она довольно-таки рискованна, не сказать, что агрессивна. Поэтому, значит, вот такие вот проблемы. Значит, не в первый раз, слава богу, все нормально. Вот, ну, желаем ему, как бы, все-таки взяться за ум, не молоденький уже, гонять по автострадам. И последний нойс на сегодня. Соня Смит появилась официально с новым кавалером. Снялась с ним вместе под ручку. Ну, в общем, конечно, она, наверное, специально искала максимально похожего парня на своего прежнего мужа, Габриэля Пороса. Ну, извините, но найти хотя бы несколько отличий между двумя мужиками достаточно трудно. Ну, что касается, так сказать, выбора Сони, то, может, конечно, Рикардо лучшее, в смысле, что не такой вообще изменщик коварный, как Габриэль. Но в смысле внешности, уж не знаем, чего тут хуже. Ну вот, на сегодня все. Следующая наша передача будет в субботу. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. Спасибо. Спасибо.